О безвизовом режиме для Косово и Грузии, о первом визите в Лаос американского президента, а также о неутешительных показателях грамотности населения планеты мы поговорим сегодня. Здравствуйте! Комитет Европарламента провел голосование за безвизовый режим для Грузии и Косово. По вопросу Грузии проголосовали 44 члена комитета, против – 5. За предложение о безвизовом режиме для Косово проголосовали 25 членов комитета, а 24 евродепутата оказались против. Однако члены комитета не поддержали решения о переговорах Косово с Советом ЕС и комиссией, которые предшествуют окончательному утверждению Евросоюзом законодательного предложения. Во время обсуждения некоторые евродепутаты предложили отложить голосование на две недели, из-за того, что Косово еще не выполнило до конца все необходимые критерии. Однако председатель комитета заявил, что по процедуре предложения о переносе голосования надо было подать заблаговременно и поставил вопрос на голосование. Лаос посетил впервые американский президент. Визит Обамы в Лаос пройдет в рамках его командировки по странам Юго-Восточной Азии, которая станет последней в период его президентства. Решение нелегкого вопроса предстоит государствам, ведь в период с 1964 по 1973 год США сбросили на Лаос более 2 миллионов бомб. 30% из них тогда так и не взорвались. В результате люди продолжают гибнуть от них и в наше время. Обама планирует рассказать о своей программе по расчистке территории страны от бомб и обсудить налаживание двухсторонних экономических отношений. Почти 758 миллионов взрослых жителей планеты остаются неграмотными. Об этом говорится в докладе Организации объединенных наций по вопросам образования, науки, культуры ЮНЕСКО. Гендиректор организации Ирина Бокова отмечает, что число детей, не посещающих школу, достигает в мире не менее 263 миллионов человек. Треть из них – дети, находящиеся в районах конфликтов. Растет число нападений на школы. Статистика показывает, что вероятность непосещения школы детьми-беженцами возрастают в пять раз, сказала она. Если все пойдет такими темпами, всеобщий обхват начальным образованием будет достигнут лишь к 2042 году. Беднейшие страны смогут, однако, прийти к этой цели на целых 100 лет позже, чем процветающие государства. Самая тяжелая ноша выпала на долю девочек и женщин. Находящиеся в наиболее неблагоприятном положении, девочки из стран Африки к югу от Сахары смогут пойти в школу только в 2086 году, если не изменить подходы, заявила глава ЮНЕСКО. ЮНЕСКО предлагает поставить образование на первое место. Необходим разрыв с прошлыми тенденциями, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, чтобы использовать потенциал знаний во всех сферах. На сегодня у нас все. Свежий выпуск ожидайте завтра на Дукаскопе ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова